Соболезнования близким погибших и пострадавших выразил Нурсултан Азарбаев. В сообщении, опубликованном на сайте Ельбаса, говорится, цитирую, с глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании БКР, вылетевшего из аэропорта города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В аккорде память жертв авиакатастрофы почтили минутой молчания. Глава государства с членами правительства провел экстренное совещание. Всем нуждающимся будет оказана всемирная психологическая, медицинская и другая необходимая помощь. А семьям погибших выплатят по 4 миллиона тенге. Касамжимар Тукаев поручил доукомплектовать авиационную администрацию Казахстана квалифицированными специалистами. Помимо этого, в стране проверят работу всех авиакомпаний, объектов авиационной инфраструктуры. Проверяющие должны проверить и законность частной застройки вблизи аэропорта Алматы. 28 декабря в стране объявлен общенациональный траур. В Казахстане будут приспущены государственные флаги, отменены все торжества. Коллеги, как вам уже известно, сегодня утром близ Алматы произошло крушение самолета. Погибли 12 человек. Есть и другие пострадавшие. Это очень тяжелая ситуация. От имени всего народа Казахстана и от своего имени выражаю соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Всем жертвам будет оказана финансовая помощь. Этим займется правительство. А теперь предлагаю почтить жертв авиакатастрофы минутой молчания. Подвести предварительные итоги расследования причин катастрофы к 10 января поручил премьер-министр Оскар Мамин. Сегодня на заседании правительственной комиссии глава правительства также выразил соболезнования пострадавшим и поставил задачу выплатить семьям погибших по 4 миллиона тенге. Напомню, что о выплате материальной помощи стало известно на совещании в Аккорде. Премьер-министр акцентировал внимание на проведении качественного и полноценного расследования. С глубокой скорбью все казахстанцы восприняли печальное известие о крушении самолета авиакомпании Бек-Эйр. К сожалению, погибли пассажиры, есть пострадавшие. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время деятельность авиакомпании Бек-Эйр приостановлена. В Министерстве внутренних дел необходимо провести полное досудебное расследование по факту крушения самолета авиакомпании Бек-Эйр. В Министерстве здравоохранения принять все необходимые меры для скорейшего выздоровления пострадавших. В Министерстве индустрии инфраструктурного развития в настоящее время взять на жесткий контроль соблюдение всех правил безопасности авиаполетов всех казахстанских авиакомпаний. Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года. Такое поручение дано главу государства на только что прошедшем совещании в Ахарде. Заместитель премьер-министра Роман Скляр на брифинге в Алма-Ате сегодня сообщил об обнаружении бортовых самописцев разбившегося Фокер-100. Черные ящики изъяли для расшифровки записей. Скляр сообщил также, что в доме, с которым столкнулся борт, никого не было. На месте продолжается спасательная операция. Есть база, специальная база данных. Все авиационные инциденты, которые были с данным самолетом в течение периода его эксплуатации, как я сказал, с 2016 года, они будут все проанализированы. Были ли отказы воздушного судна, были ли какие-то инциденты, это индикация, когда срабатывало, либо авиационные происшествия при взлете, при посадке и так далее. Сейчас мы привлечем специалистов Международного авиационного комитета МАК, они уже проинформированы, и самописцы будут расшифровываться именно при участии этой международной организации. С самого утра на месте трагедии работала наша съемочная группа. Александра Солмина пообщалась с очевидцами и с теми, кто чудом выжил после столкновения. Аслан Назаралеев еще не осознает, что родился в рубашке, и в его жизни случилось настоящее чудо. В Нур-Султан молодой бизнесмен летел в командировку. Говорит, с утра попрощался с женой и дочерьми, и уже в шесть часов был в аэропорту. Объявили посадку, пассажиры начали занимать места. Первое, на что обратили внимание, в салоне ледяные сидения. А уже спустя полторы минуты после взлета пассажиры услышали треск. Что-то произошло с левым крылом, вспоминает Аслан. Самолет как-то повело, что лодка начала качаться. Потом начали трясти весь корп самолета, нос, и уже начали крики немножко женщин, плач. Через некоторое время начало полностью как самолет хандрить уже. Но при этом начало свой оборот набирать вверх, набирать высоту. Весь эта передняя часть, она начала разламываться, как об землю ударилась. И 14-й ряд передо мной зажало людей, которые на 14-м ряду, а я на 15-м сидел. Все, она зажала. Через аварийный выход по крылу пассажиры стали покидать рухнувшее судно. Мужчины помогали тем, кто остался под завалами, рассказывает Аслан. А первая помощь подоспела только через 20 минут. На выручку бросились и местные жители. Я в 7.20 примерно услышал сильный грохот, хлопок. Потом мне позвонил отец. Сказал, вы дома? Там самолет упал. Я тут же побежал к месту, хотел помочь. Там еще было мало народу. Написал в группу WhatsApp, чтобы люди выходили на подмогу. Мы показывали дорогу, как добраться до места. Чуть позже началась масштабная операция. Очень много было спасателей. На месте страшной трагедии работали не только спасатели, но и полицейские, бойцы Нацгвардии, медицинская служба и техническая помощь. Всего около тысячи человек и больше 70 единиц спецтехники. Честники разбирали обломки, вытаскивали из-под завалов людей. Были среди них и совсем маленькие дети. В результате 88 граждан, находящихся в самолете, и которые были живые, им оказана соответствующая помощь по эвакуации из самолета. В настоящее время полностью проведена аварийно-спасательная работа. На месте фюзеляж самолета он столкнулся с новостроящимся жилым домом. В жилом доме никто, к счастью, не оказался. И в настоящее время в самолете никого в данный момент нет. Одна за другой на место падения самолета подъезжали кареты скорой помощи. Более 30 машин доставили в больницы Алматы всех пострадавших. А спустя несколько часов были обнаружены бортовые самописцы. Мы привлечем специалистов Международного авиационного комитета МАК. Они уже проинформированы. И самописцы будут расшифровываться именно при участии этой международной организации. Дважды самолет при взлете коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо это техническая причина. Это уже установит специальная техническая комиссия, экспертиза, повторюсь, при участии Международного авиационного комитета. На борту самолета находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб командир судна, опытный пилот, отметил заместитель премьер-министра уже на встрече с журналистами. Также Роман Скляр сообщил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. Без поддержки никто не останется. В связи с авиакатастрофой 28 декабря в стране объявлен общенациональный траур. Александра Салмина, Анастасия Валикжанина, Эдуард Конкин, Джи Амраев. Итоги дня Алматы. Корреспонденты нашей редакции восстановили хронологию трагических событий. В 7.21 утра борт Фокер-100 авиакомпании БКР, выполнявший рейс Z2100. Алматы Нурсултан при взлете теряет высоту и пробивает бетонное ограждение. В 7.22 после доклада КАЗ Аэронавигации диспетчеры видят вспышку. После чего самолет пропадает с экрана радара. Объявлена тревога. В 8.04 установлено, что почти в двух километрах от взлетной полосы на окраине села Гульдала Толгарского района Алматинской области на открытой территории произошло крушение самолета Фокер-100. БКР оказался единственной казахстанской авиакомпанией, не подтверждающей уровень безопасности на международном уровне. До 2016 года все казахстанские авиакомпании должны были пройти обязательный аудит Международной ассоциации воздушного транспорта. Такие правила установил Комитет гражданской авиации в 2013 году. Почему казахстанский лоукостер был против международного аудита, разбиралась Динара Женбатырова. Авиапарк компании БКР состоит только из самолетов Фокер-100. Это среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландцами. Казахстанский лоукостер использует машины на внутренних рейсах. В авиалайнере возможно перевозить до 100 пассажиров. Отсюда и цифра в названии. Известно, что разработчики удлинили флюзеляж почти на 6 метров. Была изменена механизация крыла для повышения подъемной силы на взлете и посадке. Увеличился размах крыльев. У сотки он составляет чуть больше 28 метров. По данным сайта Вейшин Сафити, до этого дня в общей сложности в результате катастрофы серьезных аварий были потеряны 16 самолетов Фокер-100. Самая крупная авария произошла в 1993 году в Скопье. Тогда самолет разбился при наборе высоты из-за обледенения крыла. Погибли 83 человека. Еще 4 случая произошли из-за неисправности шасси. 27 декабря 2019. 17-й потерянный Фокер унес жизни 12 человек. Причины страшной трагедии выясняются. Что касается воздушного судна, то дата его выпуска 1996 год. Свидетельство, сертификат летной годности был продлен в мае текущего года. Данное воздушное судно зарегистрировано в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Всего в компании Бекейр 10 воздушных судов. Из них 9 воздушных судов с действующим сертификатом летной годности. Производство самолетов Фокер-100 было прекращено в 1997 году. К тому моменту было произведено 280 воздушных судов. Компания обанкротилась, но продолжает сервисное обслуживание самолетов. Эксплуатацию самолетов Фокер-100 комитет гражданской авиации пытался запретить еще в 2016. Авиакомпания заявила, что не будет проходить аудит IOSA. Сертификат этой международной организации доказывает исправность авиапарка и соответствующий уровень квалификации инженеров. Отказ от проверки Бекейр мотивировала тем, что рейсы выполняют только внутри Казахстана. Руководство перевозчика запустило масштабную пиар-компанию в соцсетях и подало иск в суд и жалобу в генпрокуратуру. Авиакомпания для народа, так называют себя эксплуатанты стареньких Фокеров, посчитала полтора миллиона долларов слишком высокой ценой безопасности этого самого народа. По данным Forbes Казахстан, в 2014 году компания продала билетов на 700 миллионов долларов США. Владелец же структуры в 2015-м входил в топ-50 богатейших предпринимателей страны, состоянием 113 миллионов. Сегодня деятельность БКР приостановлена. Все авиарейсы и перевозчика отменены, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Ближе к обеду представители авиакомпании опубликовали обращение к жителям страны. Цитирую. Уважаемые казахстанцы, от лица авиакомпании БКР приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия. Тем временем мы просим вас не реагировать на сообщения анонимной рассылки, так как они могут носить мошеннический характер. Пожалуйста, ожидайте официальную информацию. Казахстанская авиакомпания БКР основана в 1999 году. Ее деятельность ориентирована на внутренние перевозки. Алматинские врачи продолжают бороться за жизни пассажиров разбившегося самолета. 10 пассажиров сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В первые часы после крушения наибольшее количество раненых приняли в 4-й клинической больнице. У доставленных закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, многочисленные переломы и ушибы. В списках есть и дети. Узнать об их состоянии и поговорить с родственниками пострадавших удалось Гульбану Жмабай. Пустые каталки пугающе стоят в холле больницы. Здесь за каждым передвижением медиков наблюдают задаив дыхание. Пострадавших скорые развезли по пяти ближайшим больницам. Тех, кого спасатели смогли найти первыми, а это 19 пассажиров, поступили в 4-ю клиническую. К сожалению, двоих не удалось довезти до больницы. Они скончались от смертельных травм уже в дороге. Спустя несколько часов после аварии станет известно, что на операционном столе медики потеряли еще двух пассажиров. Врачи уже оповестили близких и продолжают бороться за жизнь 10 человек. Закрыты черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибленные рванные раны, переломы голени, плеча, тазобедренные кости. Очень тяжелые. Пациентам всем помощи оказано. В реанимации находятся 8 пострадавших, трое еще в операционной и остальные в отделении. У выживших большой психологический стресс. СМИ к ним в палату по понятным причинам не запускают. Справиться с шоком пассажирам помогают психологи. Также сообщается, что в этой клинике находится один из пилотов и бортпроводник. Как себя чувствуют члены экипажа, неизвестно. Мы приехали, мы ничего не знаем. Нам сказали, что человек, что сейчас выйдет врач каждые 30 минут и будет рассказывать о состоянии больных. Мы нашли по спискам здесь. Это тот самый стенд, куда с замиранием сердца, с большой надеждой подходят родственники пострадавших. Информация обновляется по мере поступления. Если еще утром имена большинства были неизвестны, пострадавшие попросту не могли назвать, как их зовут, то сейчас личности всех установлены. Операции поручили лучшим специалистам ведущих научных центров страны. Сейчас врачи детально разбирают состояние каждого пострадавшего. В дополнительных руках и снаряжении в медучреждениях не нуждаются. Еще 12 пострадавших поступили в больницу скорой медицинской помощи. Большая часть доставленных молодые люди 20-30 лет. У многих переломы ног и рук. Одному пациенту проведена операция. Состояние пациентов стабильное. Из 12 поступивших один находится в отделении реанимации. Почти сразу после первых сообщений об аварии алматинцы ринулись дать кровь в центре переливаний. Трагедия объединила людей самых разных возрастов. Отпрашиваясь с вузов, беря отгулы в офисах и на производствах, неравнодушные сквозь заторы не прекращали приезжать в клиники. Люди массово заполняли анкеты доноров. Приоритет врача давали отрицательному резус-фактору и четвертой группе крови. Но даже те, кто не попадал под эти критерии, не спешили расходиться. Они звонили знакомым, оповещали соцсети в поисках жизненно важной крови для пострадавших. Приехали сюда только для того, чтобы помочь людям. Помочь чем сможем, как говорится. Я сама руководитель, я сняла всю команду с работы. Мы приехали все сотрудники издавать кровь. Никто не застрахован от такого. И такие моменты надо поддерживать. И таких историй десятки. В списках есть девять детей. Самой маленькой пассажирке всего четыре месяца. Малышка получила травму головы. Билет на утренний рейс стал роковым и для 30-летнего Айбара Тименова. Алмадинцы ожидали в столице рабочей встречи. К счастью, отец четверых детей жив и сейчас находится в реанимации. Медики успокаивают его жизнь уже вне опасности. Однако ближайшие месяцы он проведет в больничных покоях. У него переломы ног, сотрясение мозга, ушиб органов грудной клетки. Но все страшное позади. Врачи сделали все, что смогли. Наш мальчик. Мы шокированы происходящим. Приносим свои соболезнования родственникам погибших. Помощь родственникам оказывается бесплатна. Психологи, прибывшие сюда со всех алматинских поликлиник, готовы дежурить всю ночь и последующие сутки. Гульбану Жмабай, Владимир Бовкис, Мухит Худухбаев. Итоги дня Алматы. Поддержку родным и близким жертв крушения авиалайнера БКР под Алматы выразили спортивные федерации и деятели культуры. Димаш Кудайберген, боксер Геннадий Головкин и хоккеисты столичного клуба Борыс выразили соболезнования родным и близким погибших в крушении авиалайнера под Алматы. А жители поселка Гульдала, близ которого сегодня утром и произошла катастрофа, целый день помогали спасателям. О трагедии они узнали из СМИ и интернета и сразу поспешили на помощь. На месте разбили лагерь, развели огонь, принесли котлы и чины, продукты. Продовольственный поток от сельчан не прекращался. Они готовили еду и горячий чай. В морозный день они очень помогали. Среди волонтеров были и дети. Беда сплотила всех. Я вот, как видите, чай несу. Люди берут бешпармаки, плов, казаны, вилки, катарелки, все несут в тот лагерь. И все сплоченно помогают друг другу. Вот мы с друзьями, братьями, с мамой, папой, все дружно пришли сюда. Думаю, что это человечно, что это правильно, что я помогаю людям. И я не обошел это стороной. Больше 15 человек, родных и близких, погибших и пострадавших пассажиров рейса сегодня собрались в столичном аэропорту, где спецслужбы организовали штаб. На месте людям оказывали психологическую и медицинскую помощь. Подробности в материале Тимура Козагулова. Спустя час после авиакатастрофы родственники пассажиров злосчастного рейса прибыли в столичный аэропорт. В созданном там штабе с людьми работали психологи и врачи. Журналистов за двери штаба таки не пустили. Лишь изредка из них выходил очередной спикер. Здесь на улице у нас находятся 5 бригад скорой медицинской помощи и 20 психологов, готовые оказать помощь. Пока с близкими погибших работали специалисты, решался вопрос их транспортировки в Алматы. Для родственников, которые здесь находятся, одна из авиакомпаний, если будет принято решение, возьмут на борт этих людей и выйдут туда. В итоге бесплатно взять на борт родственников пятерых пострадавших согласилась авиакомпания «Эйрастана». Остальные ожидают другого рейса. Всем, кто пострадал, желаю побольше сил выдержать все это. Моя подруга, слава богу, жива. Она в больнице. Терпение и здоровье всем. В столичном аэропорту тем временем люди с билетами БКР на руках штурмовали кассы. Из-за трагедии деятельность авиакомпании в республике приостановили. Я, например, не хочу сдавать билет. Мне надо попасть домой. Почему я должен сдавать билет за низкую цену и сразу же покупать билет в 3-4 раза дороже? Никто ничего не говорит. Мы не знаем, что делать нам. Нам не надо возврат, мы хотим вылететь, потому что у нас запланирована плановая поездка. Сообщение пришло об отмене и все. Потом открыли СМИ и увидели, как произошло. Я не буду комментировать ничего вам. Ну просто, что вы сегодня... Нет, я не буду комментировать ничего. Чуть позже официальные представители авиакомпании сообщили, что деньги за билеты вернут в полном объеме. Авиакомпании страны изыскивают возможности для доставки близких пассажиров, пробившего бетонный забор Фоккера, в Алматы. Они же, скорее всего, будут перевозить тех, кто в ближайшие недели планировал доверить своей жизни высоко летающей компании, завлекавшей казахстанцев низкими ценами. Тимур Казагулов, Азамат Саметов. Итоги дня. Напомню, 28 декабря в стране объявлен днем общенационального траура. Сопереживают казахстанцам и за рубежом. Свои соболезнования выражают лидеры иностранных государств. Лаура Байбачанова с подробностями. Горечь утраты вместе с казахстанцами разделяют и россияне. Владимир Путин сегодня направил телеграмму Касымжу Мартутукаеву. В ней он выразил самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких. И надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, говорится в телеграмме. Соболезнования народу Казахстана и президенту Касымжу Мартутукаеву выразил глава Кыргызстана Сурумбай Жейнбеков. Цитирую. С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы-Нурсултан. От имени народа Кыргызской республики и от себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших. Разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделил горечь утраты и президент Азербайджана Ильхам Алиф. В телеграмме на имя Касымжу Мартутукаева он сообщил, что крайне опечален известием о гибели людей в результате крушения самолета близ Алматы. В связи с этой трагедией Алиф лично от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил президенту Казахстана семьям и близким погибших соболезнования. Глава Азербайджана пожелал исцеления ранеными и пострадавшим. Выразил соболезнования и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. На официальном сайте президента Узбекистана опубликовано сообщение. Цитата. Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Соболезнования от имени белорусского народа направил и Александр Лукашенко. В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о жертвах и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, говорится в телеграмме. Глубоко скорбят по жертвам трагедии, выражают искренние соболезнования и жители Поднебесной. Заявления МИДа Китая опубликованы сегодня. Лаура Байбачанова. Итоги дня. Возможные причины катастрофы сегодня называют многие авиационные эксперты. Своим мнением с нашим телеканалом поделился военный летчик, бывший министр обороны Казахстана Мухтар Алтымбаев. Предлагаю послушать. Я хочу высказать соблезнование родным, близким погибших. К сожалению, такая трагическая ситуация под Новый год. Также в составе погибших генерал-майор Хайдаров Руслан Симфаныч, который в следующем году будет 80-летие. Человек, который создал Совет Генералов, очень активный генерал. Мы работаем с ним, поэтому с болезненным родным и близким. Ну, что касается ситуации, видимо, расследование разберется. Там, наверное, погода вроде нормальная. Там, наверное, что-то связано, наверное, с техникой. Может, с топливом. Поэтому сейчас заранее говорить, какую-то причину нет смысла. Расследование будет, видимо, результаты скажутся. Ситуацию с пострадавшими в авиакатастрофе на личном контроле держит министр здравоохранения Ельжан Бертанов. Бригады скорой прибыли на место происшествия в течение 15 минут. Для оказания экстренной помощи пострадавшим в крушении задействована 51 бригада. Бортом санавиации столицы Валматы вылетели специалисты Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии. С пострадавшими и семьями погибших также работают 40 психологов. Владимир Бовкис у нас находится на прямой связи из Алматы. Владимир, расскажите, что сейчас происходит? Здравствуйте, Гульнар. В настоящее время мы находимся возле городского Акимата. Именно здесь чуть более часа назад произошло совещание с участием экс-министра здравоохранения. По итогам, как сообщили, всего 47 пострадавших, которые были госпитализированы в разные больницы города. В том числе в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу попало 6 пациентов. Из них один после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме этого, особое внимание отводится к состоянию детей, которые находятся в центре детской неотложной медицинской помощи. Здесь с политравмами находятся 7 пострадавших детей. Двум детям в связи с переломами нижних конечностей были успешно проведены операции. Кроме этого, в больницу скорой медицинской помощи было доставлено 14 взрослых пациентов. Одному из них была проведена операция на голени. Ну и кроме этого, в центральной городской клинической больнице 5 пациентов. Из них двое находятся в сознании. И их состояние оценивается как удовлетворительное. В отдельности же сам вице-министр поблагодарил население Алматы и области за то, что проявили сплоченность гражданскую и все-таки пошли сдавать кровь. Но я предлагаю послушать непосредственно самого Камалжана Надырова, вице-министра здравоохранения. Вот что сказал он на брифинге. По поручению министра, с города Нур-Султан направлено для оказания помощи врачи-травматологи, нейрохирургии, таракальных хирург, из НИИ травматологии, научного центра нейрохирургии, а также городской больницы номер 1, города Нур-Султан. Все стационары имеют достаточный запас лекарственных средств. Всем пострадавшим и родственникам оказывается необходимая психологическая помощь. В городском центре крови обеспечен необходимый запас. И также у нас сейчас на связи находится заместитель начальника ДЧС Ерлан Алибекович Алибеков. Здравствуйте, Ерлан. Расскажите, пожалуйста, как быстро, как скоро среагировали службы ДЧС с момента поступления первых звонков на пульты. Сколько было задействовано единиц техники, насколько оперативно был построен процесс. И что происходило в те минуты, сколько жизней удалось спасти. Ну и в целом, в чем были какие-то определенные сложности. Добрый вечер. Необходимо сказать, что звонок в дежурную часть департамента ПОЧС о том, что самолет Фокер-100 пропал с радаров, поступил к нам 7 часов 25 минут. Вот незамедлительно были подняты силы и средства гарнизона департамента ПОЧС города Алматы. Значит, но вместе с тем местоположение дежурным диспетчером аэропорта нам точно не было установлено. Вместе с тем мы подняли и направили силы и средства, и по пути исследования мы их координировали. В этой связи, значит, аварийно-спасательная служба аэропорта уже через минуту была на месте. Значит, крушение самолета нашей ближайшей пожарной подразделения, значит, прибыло через 16 минут. Но при этом, при этом, значит, расстояние было очень далекое. То есть 14 километров мы следовали за 16 минут. Это было очень быстро и выше нормативного времени. В целом было задействовано, значит, около тысячи людей из системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан и более 100 единиц техники. В том числе, значит, было задействовано 51 карета скорой помощи, 35 из города Алматы и 16 области. Большое спасибо. Ну, остается добавить то, что сейчас место происшествия отцеплено и тщательно охраняется. Дело в том, что в баках еще находится топливо, керосин. И, как говорят специалисты, если бы эта горючая все-таки возгорелась и произошел бы взрыв, то число жертв было бы намного-намного больше. И к этому часу вся информация... Спасибо, Володя. Это был Владимир Бовки с последней информацией из Алматы. А мы продолжаем. После авиакатастрофы в Алматы в Казахстане приостановили эксплуатацию Фокер-100. А Вячеслав Фитлугин вспомнил самые страшные авиатрагедии, которые происходили в Казахстане. На этих кадрах все, что осталось от Фокер-100. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Это один из девяти бортов авиакомпании Бек-Эйр. В причинах авиакатастрофы разбирается спецкомиссия. Дело на личном контроле президента. Как стало известно, упавший самолет 1996 года выпуска. С момента последнего техобслуживания за месяц до происшествия воздушное судно налетало 200 часов. Последний сертификат летной годности самолет получил в мае текущего года. В марте 2016 благодаря профессионализму экипажа Дмитрия Родина и Вадима Смиричанского катастрофы с Фокер-100 удалось избежать. Самолет со 120 пассажирами на борту пилоты посадили без передней стойки шасси. 29 января 2013 года трагедию в воздухе предотвратить не удалось. Вблизи поселка Кызылту Алматинской области потерпел крушение Челленджер-200. Авиакомпании Скат погиб 21 человек. Самолет совершил почти 23 тысячи циклов взлет-посадка и налетал 25 707 часов. В 2005 году с участием самолетов Фокер в отечественных аэропортах произошло два инцидента. Отказали двигатели. В январе 2006 предписанием Генпрокуратуры полеты этих воздушных судов в Казахстане были приостановлены. В июле 2014 года в аэропорту Атырау взлет Фокер был также прерван из-за технических неполадок. Рассогласование вычислительной системы управления. 7 марта 2018 года после взлета самолета из аэропорта Актау при наборе высоты до 7 тысяч метров сработал аварийный датчик. Экипаж вернулся в аэропорт Актау. Авиакомпанией был выполнен контрольный полет с набором высоты до максимального эшелона. Дефект не подтвердился. Воздушное судно допустили к дальнейшей эксплуатации. В том же году произошел еще один инцидент с участием Фокер-100. Нештатная ситуация произошла во время рейса Алматы от Ирау. Самолет экстренно приземлился в Таразе и не смог продолжить полет из-за разгерметизации салона. Причины нынешней авиакатастрофы под Алматы еще только предстоит выяснить. Серьезные авиаинциденты случались не только в гражданской авиации. Первая в истории страны авиакатастрофа военного самолета произошла 17 февраля 2007 в Карагандинской области. Недолетев 5 километров до аэродрома разбился МиГ-31. Оба члена экипажа погибли. В апреле 2013-го там же потерпел крушение еще один истребитель. Еще одна катастрофа в области произошла в апреле этого года. Во время тренировочного полета разбился спортивный ФК-14 «Полярис». Инструктор и ученик погибли. 25 декабря 2012-го в 20 километрах от воздушной гавани Шимкента упал Ан-72. Погибли 27 человек. 7 членов экипажа и 20 военнослужащих по гранслужбы Комитета национальной безопасности. Погодные условия тогда были сложными. Шел сильный снег. Высота нижней границы облаков составляла 120 метров. По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело. По статье 392 Уголовного кодекса Казахстана нарушение правил полетов или подготовки к ним. Другое уголовное дело относительно авиакатастрофы Ан-28 санитарной авиации еще не закрыто. Крушение произошло 3 октября 2017 года в 28 километрах от Алматы. Все 5 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет летел в Шимкент для оказания помощи роженице. Воздушное судно упало через 12 минут после взлета. Инструктор парашютной школы Уральска Виталий Кутафин в той катастрофе потерял сына. У опытного летчика сложилось свое мнение о положении дел в казахстанской авиации. Чем вызвана ошибка деятельности у пилотов? Либо это недоученность, либо это недостаточность практики, а может быть это просто человеческую усталость. Не может нормально, скажем, здоровый, здоровосящий человек допустить каких-то нелепостей. Порой авиакомпании ставят пилотов в такие условия, что, допустим, экипаж принимает решение, ну, скажем, допустим, на повторный заход или уход на запасной аэродром, а пилотов за это наказывают. Потому что это не целесообразный, это дополнительный расход. А то, что, допустим, они спасают... Как-то в расчет не берется. Авиационные инциденты в Казахстане случаются почти ежегодно. Причины многих катастроф, согласно официальным данным, практически идентичны. Ошибки пилотирования и несоблюдение требований безопасности полетов. Поэтому авиационным властям еще наверняка предстоит неоднократно пересмотреть модель организации полетов как в стране, так и за ее пределами. Вячеслав Витлугин и Батагос Базарбаева. Итоги дня. К 20 июля 2019 года в общей сложности в результате аварии по миру были потеряны 16 фокеров. В основном отказывали двигатели или не выпускались шасси. Всего в этих происшествиях погибли 183 человека. Одна из первых крупных катастроф произошла в 1993 году в аэропорту Скопье в Македонии. Воздушное судно компании Palair Macedonia Airlines вскоре после вылета стало терять подъемную силу и упало. Погибли 83 человека. Причина падения и обледенения крыльев самолета, самая крупная по числу жертв, считается катастрофа в бразильском Сан-Паулу в 1996 году. Тогда, всего через 25 секунд после взлета, фокер рухнул в густонаселенный район города. Причиной падения стало самопроизвольное включение реверса правого двигателя во время набора высоты. Погибли все находившиеся на борту 95 человек, а также 4 человека на земле. В этом году с самолетами типа Fokker 100 уже происходили авиационные происшествия. В июле у лайнера авиакомпании Virgin Australia сразу после взлета отказал левый двигатель. А в прошлом месяце с проблемой столкнулся другой австралийский Fokker. Самолет Airlines, готовясь к посадке, потерял скорость. Жертвы пострадавших удалось избежать. Отчеты о расследовании этих происшествий будут представлены в следующем году. По данным на июль 2017 года, 113 самолетов Fokker 100 оставались в обслуживании 25 авиакомпаний по всему миру. Пассажиру рухнувшего самолета БКР чудом удалось избежать смерти. Асхат Утепа впервые в жизни проспал свой рейс. Житель столицы прилетел в Алматы из Ускаменогорска в ночь перед вылетом в Нур-Султан. Это был первый транзитный рейс. Парень прошел онлайн-регистрацию на самолет и остановился в отеле. Асхат летел домой к супруге и детям. Их у него трое. Мужчина до сих пор находится в шоковом состоянии. В 5 утра звонили сотрудники гостиницы, будильник играл. И не знаю, я уснул. Впервые за два года я вообще рейс проспал. И вот с утра брат разбудил, родной. Говорит, все нормально будет, все нормально. Проспал. Он говорит, там рейс. Ну и сотрудники БКР тоже позвонили. И вот в шоке был до обеда, если честно. Свои соболезнования семьям погибших выражает и агентство Хабар. Искренне надеемся и на скорейшее и полное выздоровление пострадавших в ужасной катастрофе. В связи с трагедией завтра, 28 декабря, изменена сетка телевещания канала Хабар. В 10.00, 12.00, 15.00 и 17.00 в эфир выйдут специальные выпуски новостей. В них мы продолжим информировать вас о развитии ситуации.